С 3 июня в Твери начали работу пришкольные лагеря. После торжественной линейки и церемонии поднятия государственного флага под гимн страны, ребята из 53-й школы приняли участие во всероссийской экологической образовательной акции «Рисуем зеленый мир и экологию», приуроченной ко Всемирному дню окружающей среды. Цветной рисунок, ограниченный лишь размерами школьного двора и невероятной детской фантазией, теперь украшает территорию школы номер 53. Близкие люди, цветы, сердца, большие и маленькие, конечно, домашние животные. Каждый ребенок рисует свой собственный мир на планете Земля. Так просто, играя, начинает любить и оберегать столь хрупкий окружающий мир. Вот я нарисовала кота, яблоко, розу. К примеру, кот, потому что это милые, добрые животные. Вот, а яблоко, тюльпан, это природа ассоциация. У мамы в детстве была кошка, мне бабушка рассказывала. Она была беленькая такая, очень хорошая. Она любила забираться на дерево, а мама искала ее на деревьях. Один раз она убежала, что даже ее и не нашлось. Ну, это моя кошка, ее зовут Мушка. Ей три года. Она у меня живет только два года. Ну, я люблю котов и кошек. Животные – главные фавориты детского творчества. Дикие и домашние – они все нуждаются в особом отношении человека. Ну, дикие, они сами себя могут защитить, а домашние, их надо защитить, они сами, наверное, скорее всего не смогут. Экологическая акция «Рисуем зеленый мир и экологию» прошла также в школах номер 18 и 36. Проект нацелен на экологическое воспитание детей, формирование бережного отношения к живой природе, объединению детей разных возрастов ради будущего нашей большой планеты. Наверное, очень замечательно, если мы будем заниматься экологическим воспитанием детей, начиная вот с такого маленького возраста. Потому что дети должны понимать важность сохранения земли, природных ресурсов, бережного отношения ко всему живому на земле. Работа летних пришкольных лагерей продлится до конца июня. Для обеспечения занятости детей в каждом образовательном учреждении разработаны программы, чтобы дети проводили каникулы весело и с пользой для развития. Продолжение следует...